нашего телеканала. Сегодня под председательством президента Шавката Мерзьёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное рассмотрению хода исполнения задач по обеспечению занятости и содержательной организации досуга молодёжи. 2021 год объявлен в нашей стране годом поддержки молодёжи и укрепления здоровья населения. Реализуется соответствующая государственная программа. Важные задачи в этом направлении были обозначены и на совещаниях от 27 января и 10 февраля этого года. Определены конкретно ответственные лица. На сегодняшнем совещании рассмотрен ход выполнения этих задач, состояние работы с молодёжью, проводимой министрами, хакимами областей, районов и городов, руководителями секторов и ректорами вузов. В молодёжную тетрадь страны включены 648 тысяч безработных, из которых 283 тысячи были трудоустроены в первом квартале. В частности, 175 тысяч молодых людей выделено 45 тысяч гектаров земли. Обеспечены постоянной работой и привлечены к общественным работам 76 тысяч юношей и девушек. На развитие предприимательской деятельности 33 тысячам молодых людей выделено 800 миллиардов суммок кредитов. 6 тысячам предоставлены субсидии и оказана помощь в трудоустройстве. Для содержательной организации досуга молодёжи организовано дополнительно 36 тысяч кружков, которым привлечены около 874 тысяч мальчиков и девочек. В рамках пяти важных инициатив в образовательном учреждении, библиотеке и учебные центры передано 97 тысяч предметов для занятий искусством и спортивного инвентаря, компьютеры и 562 тысячи художественных книг. Вместе с тем, в некоторых регионах и сферах вопросам молодёжи не уделяется достаточного внимания. Так, в Антижанской области в первом квартале постоянной работой было обеспечено лишь около 5 тысяч молодых людей. При этом в настоящее время на промышленных предприятиях и кластерах области имеется 7 тысяч вакантных рабочих мест. Также есть недостатки в обучении безработной молодёжи, профессиям и предпринимательству, предоставлении ей финансов. В частности, по программе 1 плюс 1 было запланировано обучение 100 тысяч молодых людей с дальнейшим предоставлением им льготных кредитов. Однако территориальные структуры торгово-промышленной палаты демонстрируют неспособность системно организовывать эту работу. Например, за три месяца 21 тысяча молодых людей по всей стране прошли обучение предпринимательству. В Ташкенте было выдано лишь тысячи. В Новонганской области всего 1100 сертификатов о завершении курсов. А в Бухарской области профессиям и предпринимательству были обучены лишь 216 молодых людей. Кроме того, в Сурхандаринской области из общего числа безработной молодежи трудоустроены только 30%, что является самым низким показателем по стране. Проектом 1 плюс 1 охвачены лишь 16 человек в Хаджилийском, 27 в Фуркадском, 78 в Улугнорском, 82 в Ангорском районах. На совещании подобные случаи подвергнуты резкой критике. За ненадлежащую организацию работы с молодежью освобождены от должностей заместитель Хакима Сурхандаринской области по вопросам молодежной политики. Хакима Фуркадского и Улугнорского районов, руководители некоторых секторов в Шафирканском, Камашинском, Хивинском, Чуском, Хаджилийском и Ангорском районах. Ряду других ответственных лиц объявлено строгое предупреждение и отведено время на исправление ситуации. Ректоры некоторых вузов страны также были освобождены от занимаемой должности за пренебрежение работой с молодежью. Определены меры по реализации очередных задач и расширению мер поддержки молодежи. Самая главная задача это прежде всего обеспечить занятость молодежи, создать для нее условия для получения достойного дохода. Предпринимательство, особенно малый и средний бизнес, наша самая большая возможность и ресурс в этом направлении, сказал Шавкат Мерзиёев. В связи с этим перед ответственными лицами поставлена задача дальнейшего расширения мер поддержки молодежного предпринимательства и внедрения новых механизмов обеспечения занятости. Анонсирован ряд льгот как для безработных и начинающих предпринимателей, так и для организации работодателей. В частности, начиная с 1 мая при найме молодых людей предприятиями и компаниями им будет возвращаться социальный налог, уплаченный за этих сотрудников. Это станет дополнительным стимулом для предпринимателей, готовых принять на работу молодежь в рамках проекта 1 плюс 1. Речь идет о не менее 500 тысячах юношей и девушек в текущем году. В результате в распоряжении предпринимателя останется 1 триллион сумм. Кроме того, с 1 июня студенты, включенные в молодежную тетрадь, смогут рассчитывать на субсидии в размере до 500 тысяч сумм при прохождении практики на предприятиях и в компаниях. Выпускники центров профобучения, нанимаемые на работу впервые, будут освобождены от уплаты подоходного налога на срок до 6 месяцев. Предприниматели, трудоустроившие более пяти безработных из молодежной тетради, с 1 мая будут получать скидку до 50 процентов при аренде государственного имущества. Вместе с тем, молодые предприниматели, в коллективе которых не менее 70 процентов работников числятся в молодежной тетради, будут обеспечены объектами государственного имущества без аукциона и освобождены от арендных платежей на срок 5 лет. Кроме того, молодежи будут выплачиваться субсидии в размере до 10 миллионов сумм на приобретение оборудования для занятия предпринимательством. Также молодым людям, арендующим здание и открывающим собственное дело, будет возмещено до 30 процентов годовой суммы платежей за аренду. Микрокредитбанк, Аллакобанк и Народный банк будут предоставлять молодым людям, получившим сертификаты проекта «Миллион программистов», льготные кредиты на покупку компьютеров. Затраты на выплату процентов по этим займам будут покрываться из бюджета, то есть кредиты будут беспроцентными. Расходы молодежи из соответствующей тетради и детских домов на получение водительских прав и прохождение военной службы в мобилизационном резерве будут оплачиваться из бюджета. Также с 1 июня будет налажена компенсация части расходов членов молодежной тетради на изучение иностранных языков и общеобразовательных предметов в негосударственных образовательных учреждениях. Вместе с тем с 1 июля частным предприятиям будут предоставляться субсидии до 1 миллиона суммов на переподготовку вновь нанятых работников. Кроме того, сумма контракта, уплаченная за обучение молодежи в школах профессионального обучения и техникумах, будет освобождена от подоходного налога. На эти цели агентству по делам молодежи будет выделено дополнительно 100 миллиардов суммов. Еще одна важная сфера, способствующая занятости молодежи, сельское хозяйство. Сегодня от 2000 до 4500 молодых людей в 21 районе страны получили земельные наделы под сельское хозяйство. Глава государства подчеркнул важность оказания практической помощи со стороны фермеров и кластеров до того, как молодые земледельцы выполнят агротехнические мероприятия и начнут получать доход. Отмечалось, что для поддержки участников молодежной тетради необходимо выделять им субсидии в размере до 2 миллионов суммов на закупку семян и саженцев. Министерству финансов поручено создать электронную платформу для прозрачности процесса выдачи субсидий. Другой проблемой является необходимость увеличения числа квалифицированных медицинских работников среднего звена, чтобы обеспечить каждую махалю и семью качественными медицинскими услугами. Одним только медицинским бригадам требуется не менее 7 тысяч работников среднего звена. В связи с этим в продолжении начатых реформ в здравоохранении подчеркнута необходимость создания новых рабочих мест для тысяч молодых людей путем введения дополнительно 20 тысяч штатов медицинских работников среднего звена и социальных работников уже в этом году. На совещании обсуждены вопросы содержательной организации досуга молодежи. Сегодня детские центры Баркамола Влот охватывают лишь 175 тысяч детей. Поставлена задача в полной мере использовать потенциал этих учреждений, увеличить охват за счет создания их филиалов в каждой школе. Последовательно будет продолжена работа по привлечению молодежи к спорту, культуре и искусству, проведению различных фестивалей и конкурсов, подготовке к престижным международным соревнованиям. Глава государства подчеркнул, что каждый вуз должен быть центром духовности и культуры для близлежащих махалей, в чем совершенно не чувствуется участие ректоров. К примеру, можно привлекать живущую по соседству молодежь к занятиям по иностранным языкам, компьютерной грамотности, спортивным секциям, кружкам по искусству и читательским клубам, организовывать бесплатные курсы подготовки к поступлению в вуз. Даже если 135 высших учебных заведений охватят этой системой в среднем тысячу молодых людей, то не менее 100 тысяч юношей и девушек получат мотивацию и ориентиры в жизни. Отдельно рассмотрен вопрос жилищных условий студентов. Сегодня более 130 тысяч студентов снимают жилье. Правительство готовит специальную программу по этому вопросу. Согласно ЕС, 1 сентября предусматривается выплата таким студентам компенсации половины платы за аренду. На начальном этапе эта система охватит 60 тысяч молодых людей. При этом малообеспеченным студентам данные расходы будут возмещаться из средств хакимиатов и вузов. По обсужденным на совещании вопросам заслушаны отчеты ответственных решений.